Сегодня сотрудники госжилой инспекции провели плановую проверку жилого многоквартирного дома в Махачкале по улице Лаптеева, 63. Вместе с ними изучала состояние многоэтажки и Сакинат Малаева. Единственная наша просьба, чтобы дом поставили на капремонт. Этот дом по Лаптеева, 63, сдали в эксплуатацию 27 лет назад. С тех пор обветшали не только стены, но и все коммуникации. Прошел срок годности лифта, периодически течет крыша, неблагоустроенная придворовая территория. Вы зайдите для интереса, прокатитесь с первого до девятого этажа, скрипит, гудит, не знаешь, ты доедешь или нет. Когда начинается, все, начиная с девятого этажа по первый этаж, у нас все стены, калидоры, все мокрое. У нас там ливнеобразная часть, что на улице, что в калидоре, разницы не бывает. Нет, вся вода в подвал? Конечно, обязательно. Вся вода в подвал идет, прорываются трубы, идет вверх, конденсант поднимается наверх горячей воды, теплой. Это вообще что-то бывает. По словам представителей управляющей компании, действительно проблемы есть. Некоторые из них решили на общем собрании жильцов устранить за свой собственный счет. Собрали средства, поменяли нижнюю разводку на пластиковую, залатали крышу. Покрасили лестничные пролеты и заменили стекла в подъездах. Что касается лифта, то тут посложнее. Срок годности прошел, их даже мне предписание дали остановить. Я пока работаю, тоже не остановил. Я их всех собираю, лифтеров. Восемь часов пересменка, говорят, вот это не работает, идет механик. Тут же момент устранен. Есть программа, говорят, что тоже капремонт, говорят, будут общие городские программы по замене лифтов. С удовольствием. Конечно, лучше пока нет. Похожие проблемы поступают в госжилинспекцию ежедневно, говорит руководитель ведомства Али Джабраилов. Реагировать стараются по мере возможности сразу. Все знают наш телефон 62-31-23, горячий номер телефона 63-09-37, куда можно достучаться до нас. И кроме этого у нас есть сайт, оперативно, я скажу, через 2-3 дня оперативно выезжаем на проверки. Потому что я делал анализ, день 9-10 жалоб поступает. Соответственно, конечно, сразу на следующий день мы не успеваем. Тем более, федеральный закон 294 ФЗ говорит, что мы должны предупредить о предстоящей проверке управляющей компании. Их представитель должен быть, чтобы он видел эти нарушения на месте. Что касается именно этого дома на Лаптеве-63, то за год поступило всего три жалобы. Начальник управляющей компании уверяет, что проблемы старается устранять по мере их возникновения. Но сегодня этого мало. В многоэтажке давно пора делать капитальный ремонт. Документы собраны. Осталось только дождаться подключения дома в программу фонда по реформированию жилья. Сократ Малаева, Эльдар Ибрагимов, Заруш Халтамбеков. Время новостей.